Базар 11 представляет Больше не будет. Потом после этой сборки начали выпускать официальную сборку под номером 2600. И это действительно официальная сборка 2600, на котором началась история Windows XP в поставке. А тут получается пробная копия 2542, сборка которой была собрана 11 августа 2001 года. Сама операционка Windows XP была выпущена 25 октября 2001 года, а тут август 2001 года и ранее сборка. Многие спросят меня, откуда у меня русский язык? Это совсем другая история, хотя я немножко покажу. Для этого, по традициям, мой компьютер свойства, оно и понятно, XP Professional версия 2002. Такое на всех пишет XP. Имя компьютера, оборудование, дополнительно, автоматическое обновление, лучше я отключу. Кстати, с русским удобно. Правда, перед тем как русифицировать, это надо делать на свой страх и риск. Потому что там, в совсем ранних сборках, там могут быть ошибки возникать. Но, всё-таки, восстановление системы. Сетевое окружение, корзина. Всё привычное. Пуск, панель задачи, системные треи. Громкость 2542, сборочка. А теперь смотрите насчёт русского языка. У меня стоял CD дисковод, а точнее виртуальный у меня дисковод, я пользуюсь виртуальной машиной же. Правда? У меня до сих пор ежитые понадобятся Russian XP. На нём хранится Russian MUI XP, на котором, если вы знаете, там можно русифицировать Professional Windows XP без Service Pack и ESR SPack 1 и ESR SPack 2 и ESR SPack 3. Так вот, что я сделал из CD дисковода? Я скопирую все элементы из CD дисковода у меня виртуально. То есть, с ISO образа я скопирую вот эту папочку. Ну и так, на всякий случай. И у меня хранятся вот такие вот файлы. Ну, привычные файлы, да? Так вот, заходим в файл MUI. Конфигурационный файл сведения для установки MUI. Там открывается обычный блокнот. Что я сделал? Вместо build number, вместо 2600, я поправил на 2542. И действительно работает. Правда, при тем как применить, нужно сохранить, а потом только применить. Зайти, ну допустим, в авторан и нажать Install MUI Windows XP. Соглашаемся и ставим абсолютно все. Галочку Russian, помещаем Russian и вот эту вот эту галочку, чтобы все применить. В итоге все применилось. Хм, правда не все тут русифицируется, я смотрю. Не очень, но все-таки что-то применимо, что-то нужно немного покомфортнее пользоваться. Англо-русскоязычный XP 2542, русифицированный мною. Официальный русский язык не шел. К сожалению, но все-таки. Безмятежность привычный. Пойдемся по функциям. Как видим, XP. В принципе, если вы смотрели перезаитые видео, старые видео ранних сборок Windows XP, то вы поймете, что все началось гораздо раньше, но все-таки более привычно. Кстати, обзор на Build 2465 уже есть. Можно найти на канале. Так вот. Все программы, в принципе, стандартные. Это Windows Update, обновление Windows, активация Windows. Но я установил на время, я после обзора удаю. Чего удивляться. Я поставил какие-то некоторые сборки, понадобившиеся. Каталог Windows. Но тут открывается через Internet Explorer, так что не будем трогать. Автозагрузка. Это автозапуск. Если сюда кинуть, то после каждого включения компьютера, автоматически запустится приложение из автозагрузки. Стандартные. Что с различениями? Громкость. Можно регулировать громкость, параметры, свойства. Пожалуйста, воспроизведение, запись. Все как обычно. Более подробно я потянусь с обычным обзором Windows XP. А так, в этой сборке я просто покажу, что здесь есть. Все то же самое. Звукозапись. Увеличить, уменьшить громкость. Увеличить, уменьшить скорость. Добавление эха. Обратить, то есть в обратный порядок. Одна минута всего лишь пишется. В формате WAV. С настройками. Все как всегда. И проигрывайте Windows Media. Да, такая музыка применилась и в официальной версии без сервис пака. Не со сервис паками, а без сервис пака. Такая музыка применялась раньше. Windows Media Player. С таким функционалом. Что ж, идем дальше. Специальные возможности. Мастер специальных возможностей. Дальше. Диспетчер служебных программ. Вот обозначение. Экран-эдиктор может неправильно работать с некоторыми приложениями и говорит только по-английски. Раньше было такое. Экранная клавиатура. Боя привычная уже XP. Все как. Есть стандартная клавиатура, есть расширенная клавиатура. Боя привычная. Экранная лупа. Что у нас дальше? Экран-эдиктор. Как вы наверно уже поняли. 5. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2. 3. Связь. Это гипертерминал. По сути говоря, тот самый гипертерминал. Соединение с телефоном, со связью. Тут по-английски, конечно. Так что более подробно я лучше затрону с обычными версиями Windows XP. Что к чему и как тут. О, уже превратился Communications. Неужели, блин? Мастер настройки сети. Можно настраивать сеть. Вернемся к связью. Мастер новых подключений. Можно настроить. Подключение к удаленному рабочему столу. Пожалуйста. И, конечно же, что со связью. Сетевые подключения. Центр управления сетями и общим доступом. Так, связь есть. Развещение было. Специальные возможности было. А вот служебные. Активация Windows. Архивация данных. Восстановление системы. Деформитация диска. Мастер переноса файлов и параметров. Назначенное задание. Очистка диска. Сведения о системе. И таблица символов. Стандартное служебное приложение. Адресная книга. Тут опять по-английски. Что тут сказать. Тоже с такими функциями. Создание контакты. Ие-группы. Ие-папки. Калькулятор в таком виде. Обычный и инженерный. Идем дальше. Блокнот. Типичный обычный блокнот. Можно печатать текст. Фомат, вид, справка. Едем дальше. Знакомство с Windows XP. Можно смотреть. Обучаться с Windows XP. Было такое. Командная строка. Тут видно. 5.1.25.42. А не 26.00. Но это рейс-кандидат сборка. Это самая последняя сырая ранее сборка XP. Пейнт. По сути говоря, обычный. Вырезание. Ластик. Заривка. Масштаб. Выбор цветов. Карандаш. Кисть. Надпись. Распределение. Фигуры. Здесь можно выбрать размер. Цвет. И можно рисовать. Атребуты. Можно менять точки. Это в пиксиях. Меняем разрешение. Сохраняется в формате не только в BMP, но и JPEG, GIF, TIFF и PNG. Мастер совместимости программ. Можно запускать старые программы. Это, например, со старыми операционными системами. Проводник. Вот такой вот у нас проводник. В принципе, рисунки здесь более-менее обычные. Сихронизация. Пожалуйста. Есть даже Windows Movie Maker. Это в таком исполнении Windows Movie Maker. В таком и ином виде. Тут получается создать, открыть проект, импорт, запись, записать комментарии. Сохранить фильм после окончания монтажа. Монтаж по-простому. Версия 1.1.24.27. 2001 год. И вот пат самый обычный. С объектами. Просто печатаем и сохраняем в формате RTF и E-текстовый документ. И в MS-DOS, и в WinnieCode. Всё. А теперь игры здесь. Интернет-нарда, интернет-пики, интернет-реверси, интернет-червы и интернет-шашки. Даже вспомнил такие названия. Попробуем реверсии открыть. Поиск другого игрока. Сейчас посмотрим в сборке 2542. Потому что сейчас спрос на Windows XP упал. А вот всё! В 2018 году удалось соединиться. Правда играть чё-то не могу. Сейчас написано ход соперника. Чёрный разговор включён. Новичок португайский. Кто-то испытывает уровень включить разговор при запуске. Ход соперника. Он что-то думает. Ходить не могу. Значит попробуем запускать другие игры. Может как-то надо в оригинале запускать? Но всё-таки. Надо. Сейчас поищем. Профессионал русский. Кто-то из России. О, соперник вышел из игры. Это говорит нам о том, что мало кто-то пользуется. Интернет пики. Попробуем открыть. В 2542 сборке. Найден один игрок. Кто-то уже присоединился к нам. Другой не хочет. Найдено два игрока. Прекрасно. Значит спрос всё-таки упал на ранней версии. Мейениум. Но тем не менее. Хоть что-то удаётся, а что-то нет. А потом будет совсем поздно. Спрос совсем упадёт. И прощай Windows XP на совсем. Найдено два игрока. Кто-то вшёл, кто-то выходит. Не, тянуть не буду, конечно. Но... Всё-таки это же обзор. Реверси уже есть. Червы. Поиск трёх игроков. Найден один игрок. Тут всего лишь три должно быть. По Павелам Червы О. Нашёлся. Голландские, немецкие и итальянские. Европейцы присоединились к нам. Получаются. Угу. 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 Игрок, третий игрок, второй покинул игру и был заменён компьютером. Кстати, довольно-таки неплохо, кстати. О, уже кто-то... ...присоединился. Слушайте, неужели? Собудаете масть. О. Работает. Шашки. Поиск другого игрока. Сейчас идёт ход соперника, но... ...лучше, конечно, оттянуть не буду. Пошли обычные игры. Косынка. Уже с новыми рисунками, но это понятно. Такая вот хронология Windows XP. Тут в какой-то сборке вот чего изменилось. Это если вспомнить. Пассиан с паук. Дальше пинболл звёздный Юнга. Сохранится не на английском. Работает. Сапёр типичный классический. Дальше. СВТ. Это пожалуйста. Пассиан с свободной ячейкой. Уже кто-то уже взял. И червы. Обычная игра червы. С интернет-играми я повеселюсь больше в оригинальном обзоре Windows XP. Тем более со сервис-паком 3. А пока что это обзор бета-версии. Потом дойдём до XP. И это уже идёт освобождение. Конец истории разработки Windows XP. Так вот работают червы. С играми всё. И интернет-эксплорер. Чё-то он не хочет грузить. Но тем не менее. Браузер как браузер. 6.0.25.42. Со значком Windows. 2001 год. Amazon Explorer. Есть такое. Чё-то не хочется. А, нет, всё. Outlook Express 6-й версии. Можно работать с электронной почтой. Хотя сейчас можно сделать и нет. Но так и иначе. Outlook Express есть. Для обмена с электронной почтой. Windows Media уже есть. Удалённый помощник. Было такое дело. Для помощи с Windows XP. Сейчас, конечно, кто-то пользуется. Или нет. Я думаю, нет. К сожалению. Времена уже прошли. И Windows Messenger. Паспорт.net. Паспорт. К сожалению, не работает. Паспорт. Паспорт.net. К сожалению. Работа уже прекращена. Теперь панель управления. Панель управления более привычная. Но я перейду к классическому виду. Так будет удобнее. Администрирование. Дата-время. Это дата-время, часовой пояс и время интернета. Звуки и аудиоустройство. Это громкость. Звуки здесь поменяются. Звуковая схема. Аудио. Речь. И оборудование. Игровое устройство. Дальше клавиатура. Это скорость. И оборудование. Мышь. Кнопки мыши. Указатели. Параметры указателя. Кайосика. И оборудование. Назначенное задание. Этот мастер поможет вам назначить расписание для выполнения задач. В принципе логично. Панель задач и меню пуск здесь настраивается. В таком и ином виде. Вот так вот. Или вот так вот. Кому как удобно было. Принтеры и факсы. Настраиваются. Речь. Тут по-английски Microsoft Sam. You have selected Microsoft Sam as the computer's default voice. Только преобразование текста в речь. Свойства обозревателя. Это основное получается тут на английском. Безопасность и так далее. Свойства папки. Сетевые подключения. Система. Я уже показывал в самом начале. Сканеры и камеры. Специальные возможности. Это клавиатура. Звук. Экран. Мышь. И конечно же общие. Телефон и модем. Здесь настраиваются. Установка и удаление программ. Также установка оборудования. Учётные записи пользователей. Здесь можно редактировать. При необходимости. Шрифты. Добавление и удаление шрифтов. Это управление. Экран. Здесь темы настраиваются. Рабочий стол. Безмятежность. Настройка рабочего стола. Заставки. Некоторые на английском, к сожалению. Тут такие же заставки. Appearance. Тут здесь стиль Windows XP или классический вид. Тут оливковое. Селебристое можно применить. Или стандартное. И настройки разрешения. Цветовой гаммы. И так далее. Ректор питания. Это схема управления питанием. Дополнительно. Спящий режим и ИБП. Источник бесперебойного питания. И язык региональной стандарты. Применил всё русское. РСФСР. Русскую клавиатуру применил. Язык используемый в меню и диалогах. Русский. Кстати. Забыл сказать, что надо и здесь применить. Потом. Выход из системы. То есть вагон. Потом снова вагоны. И применить русский язык. Дополнительно. Тоже русский. Всё. Принтеры и факсы. Это уже понятно. Справка и поддержка. Windows XP Professional. Поиск. Уже с собачками, как видите. Из Windows XP. Поиск. Это я уже показывал поиск. Выполнить. Винвер. Как видим. 11.08.01. Сборка. 25.42. Именно 25.42. А не абы как. Пробная версия. Срок истекает 25.01.2019. В 20.32. Ну вот в принципе всё с Windows XP. Можно завершить обзор. Боя привычно. На этом всё. Обзор разработки Windows XP заканчивается. Спасибо, что вы смотрели. Не только переделыванные наши видео, но ещё перезалитые старые видео с историями о Windows Webster и Windows XP. В том числе. Сборки. 2202. 22.11. 22.23. 22.50. 22.57. 22.67. 22.76. 22.86. И 22.96. Далее. 24.10. 24.16. 24.19. 24.28. 24.30. И много чего. Даже 24.62. 24.65. И ещё что. 24.81. Тут конечно не всё перечисляю. Но всё-таки тут. Достаточно много сборок было. Что с Варсуэлл, что с Windows XP. Варсуэлл это кодовое имя разработки Windows XP. История подходит к концу. И нам становится ещё легче. Теперь можно готовиться к другим обзорам. В том числе. На настоящую версию Windows XP. Так что. Дорогие зрители. Ждите обзор на настоящий Windows XP. А это был билд 25.42. Самая-самая последняя сырая ранняя сборка Windows XP. Всё. Прощай, Вайса. Прощай. Windows XP ранней версии. Добро пожаловать. А точнее. Да здравствует настоящий Windows XP. Теперь можно свободно продвигать. Тем более, август ещё впереди. И можно продвигать канал сборками Windows 95 ранними сборками. Можно даже самопроизвольно выпускать про Windows 98 ранней версии. Тем более, есть одна единственная сборка на русском языке. И это нужно учитывать. Не упустите свой шанс. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. Прощай, Windows Вайса. Да здравствует настоящий Windows XP. Всего хорошего.